Назначен рейс на микроавтобус по направлению Владикавказ. Спустя шесть месяцев после открытия единственного официального пограничного пункта на российско-грузинской границе, пересечь его можно на маршрутке. Это не политика, бизнес-проект воплощенный в реальность. Спрос небольшой, немногие знают о новом маршруте. Стоимость билета около 55 долларов. Цена высокая по причинам, от которых в Грузии успели отвыкнуть. Рейс не прямой, с пересадкой. У водителя маршрутки с волком хоть и есть российский паспорт, но номер машины грузинский. С российскими номерными знаками проблем меньше. Пока мы не можем ехать прямо до Владикавказа, едем до границы. Затем пассажиры пересаживаются в другую машину. На этот раз маршрутом воспользовались лишь два пассажира. Правда, пересесть в севроссетинскую маршрутку они не смогли. Водителя в Грузию почему-то не пустили российские пограничники. Совпало это с появлением в СМИ информации о запуске новой линии. До столицы Северной Осетии пассажиров довез житель Верхнего Ларса. Пешком через КПП не пускают. Чаще всего российско-грузинский погранпункт пересекают граждане Армении. Есть и рейсовые маршруты, например, Ереван-Пятигорск. Это грузинский контрольно-пропускной пункт Дарьял, российский Верхний Ларс, в двух километрах отсюда. Пересечь границу могут граждане Грузии и страны СНГ. Если документы в порядке, таможенная процедура длится всего несколько минут. Для гражданина Польши Камила Новосада и его друзей граница закрыта. Но любоваться пейзажами Тарьяльского ущелья недалеко от истока реки Терек никто не запрещает. Я никогда не был в России, вот сейчас в двух километрах от границы. А Грузия необычайно красива. Дорога во Владикавказ занимает не более четырех часов. Дорога историческая, военно-грузинская. Строительство связано с подписанием Георгиевского трактата в 1783. Самый опасный и высокогорный участок военно-грузинской дороги – Крестовый перевал, 2395 метров. В разные годы по нему проезжали Грибоедов, Пушкин, Лермонтов. Путешествие тогда занимало гораздо больше времени. Зато виз никто не требовал. Андрей Джуфалакян, Николас Артвелиашвили, Кавказ-1.